Накануне памятной даты дня вывода войск из Афганистана в городе проходят встречи воинов-интернационалистов. А 13 февраля их в гости пригласили дешкалята. Для солдат афганской войны они подготовили стихи, песни и танцы. Они еще совсем малыши, но воспитатели стараются донести до них историю о тяжелом времени в жизни солдат, об их смелости и мужестве в военное время. Детский сад «Радуга» ведет разностороннюю подготовку дешкалят. И военно-патриотическое воспитание входит в образовательную программу. Мы поддерживаем тесную связь с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни. Хочется, чтобы дети не только знали то, что было в Великой Отечественной войне, а хочется, чтобы они знали вообще историю нашей страны. И Афганистан, как бы о нем сейчас ни говорили, в СМИ, чтобы не было вообще, никаких дней не было в России. И для меня лично есть такой девиз, под которым много лет работает мой коллектив. Есть такая профессия – Родину защищать. И солдаты и офицеры там выполнили свой долг. И не нам давать оценку. Я хотела именно с этой позиции наш коллектив воспитывать наших детей. В день вывода войск за Афганистаном вдохнулась спокойно, родная страна. И мы повторяем, где вновь не устану, не надо войны, война не нужна. Желаем всем только лишь местной войны. Увидеть друзей никогда не царят. Чтобы было достаточно теплого хлеба и чтобы другому свой долг исполняться. Вместе с ветеранами войны в Афганистане в гости к ребятам пришел ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Бухтияров. Свою молодость он тоже прошел войну. Воевал с немецкими захватчиками не только на территории Советского Союза, но и за ее пределами. Наши афганцы также взяли себе на вооружение мужество, отвагу, любовь. И им тогда Родина приказала защищать Отечество, но далеко от Родины, далеко от своего дома, а в Афганистане. Там они проявляли те же самые качества, которые и вы говорите, и у нас в Году Великой Отечественной войны. Для детей, возможно, эти истории остаются непонятными. Для них они звучат только в песнях и стихах. Александр Иванович отметил большую работу педагогов детского сада в воспитании детей. Ветеранам отрадно видеть подготовку малышей. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе принадлежит. В знак уважения ребята вручили гостям цветы и самодельное оружие. Пистолет сделали из конфет. Евгений Михайлович Алпатский в шутку предложил выстрелить из такого подарка сладкими зарядами. Военные разобрали оружие в два счета и раздали конфеты детишкам. Сладости приносят счастье и улыбки, особенно малышам. Ветераны пожелали мирного неба, и чтобы радость никогда их не покидала. Юлия Хлистова, Никита Желтов, Новости, ТВ Рассказыва.